Над историческим центром Казани, где располагаются в основном невысокие старинные здания, возвышаются высотки-близнецы. Это физический корпус и второй учебный корпус Казанского федерального университета. Они немного выбиваются из общей конвы окружающих зданий, поскольку спроектированы в стилистике советского модернизма. На контрасте с осенними постройками они кажутся настоящими небоскребами. За моей спиной находится второй учебный корпус Казанского федерального университета, или как его называют студенты и сотрудники, двойка. На самом деле изначально, когда правительством только планировалось финансирование строительства новых корпусов, было несколько вариантов места их расположения. На берегу реки Казанка и здесь. В итоге и физический корпус, и его высотный близнец расположились в пределах университетского городка. Место здесь достаточно немного, и проектировать аудитории по горизонтали смысла нет. Именно поэтому здания спроектированы в виде высоток. После революции в Казани множество исторических доминантов в виде колокольн было утрачено. Главный собор стоял на месте химического факультета с высокой колокольней. И, собственно, на месте, вот примерно в этой же зоне появились две новые такие высотные доминанты. Строительство высоток было завершено в 70-х. Первым открыл свои двери физический корпус. Затем двойка. Активное участие в возведении новых корпусов принимали студенческие строительные отряды. Чтобы стиль высоток вписался в общую конву города, здание поместили немного вглубь квартала. В это время уже особо излишествами в архитектуре никто не увлекался. Из-за этого они такие строгие, но при этом каждый из объектов имеет свои особенности. На физическом факультете это такой барельеф интересный сделан при входной группе. Оба объекта, они как бы парят над землей за счет того, что первый этаж более высокий и полностью остекленный. Это позволяет сделать здание такое с одной стороны массивное, с другой стороны парящее. Интересно, что оба здания спроектированы в виде отелей того времени. Именно поэтому в высотках по несколько лифтов. Одни перемещаются по четным этажам, другие по нечетным. Помимо этого у каждого здания есть свои пристройки. У физического корпуса это столовая, у двойки библиотека имени Лобачевского. Вообще профессора завидовали коллегам, работавшим в новом корпусе. Здесь было светло и просторно. Особый трепет вызывала именно библиотека нового типа. Никакой толкотни, только просторные читальные залы. Строительство высоток Близнецов стало для города одним из важнейших событий. С момента их открытия любой турист мечтает оказаться внутри, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета. Этот вид, первый, который видит абитуриенты в дни открытых дверей университета. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захитагуи. Универньюз.